Приветствую вас. Я, пожалуй, соглашусь с коллегой в том, что у девушки явно есть какие-то некие проблемы с семейными ценностями. Именно семейные ценности выступают, на мой взгляд, здесь основными триггерами такого вот поведения человека. То есть обычно такое бывает, когда, знаете, когда человек с одной стороны хочет иметь семью, хочет, чтобы у него все было здорово, вот, но с другой стороны, а с другой стороны, такая-такая очень интересная ситуация, когда определенная гордость, определенный страх и определенная модель поведения девочки, сформировавшаяся уже во взрослой жизни и в результате, ну, ее взросления, ее опыта, вот, не позволяет ей подобного сделать просто-напросто. И вот этот момент, ну, его на самом деле нужно понимать, на мой взгляд, довольно-таки правильно, то есть нужно понимать, что семейные ценности, в принципе, девушка хочет, вот, но боится, боится, что ситуация, которая происходила, происходила, например, с ней когда-то, значит, или с ее родителями, или с ее окружением, с ее друзьями, вот, но, скорее всего, с ее родителями и с ее окружением, также в ее отношении чувствуется явно неуважение к мужчинам, вот, и явная такая, знаете, позиция на защиту женщин, вот, что, опять же, тоже, как правило, берет свое начало, именно из детско-родительских отношений, вот, то есть у нее явно, явно такая вот деидеализация, чрезмерная деидеализация мужчин происходит, я бы даже сказал, что некое негативное отношение к мужчинам, и в результате этого она вот так себя ведет. Значит, что я вам могу сказать по этой ситуации, значит, во-первых, ситуация какая, вы или принимаете девочку вот такой, какая она есть, то есть просто строите свое поведение, например, на, ну, скажем, на доказывание идеи того, что вы вот, что вы достойный мужчина, что вам можно доверять, и со временем, может быть, там, смягчится, и будет к вам более, так сказать, лояльно, скажем, вот. Вот. Либо вы просто-напросто поймете, что девочка даже при наличии у нее определенных, ну, при наличии у нее определенных хороших, вот, черт, при наличии у нее определенных хороших моментов, да, вот, все же вам не подходит. То есть это тоже вполне нормально, тут важно самому себе уметь сказать нет, и важно, чтобы вы приняли этот момент, что дело там все-таки не в вас, как таковом, а дело в ней, именно в ней, вот, но формально, формально этот человек все-таки именно переживает негативные, негативные эмоции, связанные именно вот как раз, как раз со своим прочим и с тем, что с ним тут не происходило, вот. Вот. Вот это то, что можно сказать, исходя из этих, из той информации, которую вы подоставили. Вот. Правда, нужно предупредить на всякий случай, что информация в любом случае, в любом аспекте является, ну, довольно условной, самым, все-таки, как-никак, а, чтобы дать характеристику девочке, нужно больше информации о ней, и я надеюсь, что вы, вот, вот, все-таки, этот момент вы будете учитывать. То есть, сделая определенные выводы и прислушиваясь к рекомендациям экспертов, мнению, ко мнению экспертов, вы будете понимать, что это очень однобокая позиция, и что мы этого человека не знаем, и что судим о нем только, вот, исходя из того, что вы говорите, а вы можете сами быть субъективным, вот. Поэтому говорить о однозначной критике в данном случае нельзя. Вот. Ну, можно только опираться на то, чего вы хотели бы в этой ситуации, чего вы хотите в этой ситуации. Можно опираться вот на это, на то, чего вы хотите в этой ситуации, да, и думать, насколько девочка, ну, может, вас удовлетворить в том, что вы хотите. Вот это вот, да, это можно делать. А давать характеристики человеку, на самом деле, как, такового смысла нет. Смотрите, мне нравится, на все характеристики, вы либо любите ее, либо вы, например, хотите быть с ней, либо вы, напротив, уже для себя решили, что с ней вы не будете. И характеристика здесь, да, по сути, вызовет у вас либо желание девочку оправдать, либо, напротив, просто послужит подтверждением того, что вы такие хотите с ней расстаться. И вопрос возникает тогда совершенно такой, а зачем, собственно, тогда эта вся характеристика вам нужна? Вот, но это по большому счету лирика, а на ваши вопросы я ответил и надеюсь, что вам помог. Если у вас дополнительные вопросы остались, можете написать мне в личку, буду рад помочь вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok